Голливудские пары с большой разницей в возрасте Нет, я думаю, что все должны быть счастливы. На самом деле, я не знаю. У этих звезд может быть значительная разница в возрасте, но это не останавливает их от построения счастливых семей с теми, кто годится им в матери. Эти пары убеждены, что возраст — это всего лишь цифры, и даже разница в 41 год им не помеха. Скотт Дисик и София Ричи Как реалити-звезда Скотт Дисик встретил супер-великолепную модель Софию Ричи? Выясняется, что их связала семья Кардашьян-Дженнер. У 36-летнего Скотта были незавершенные отношения с Кортни Кардашьян с 2006 по 2015 годы. В это время София зависала с Кайли Дженнер. Они были настолько близки, что их видели повсюду в сочетающейся одежде. Когда Скотт расстался с Кортни, он переключился на Софию, которой сейчас 21 год. Да, их разница в возрасте целых 15 лет. Однако это не останавливает любопытных пташек от разговоров о свадьбе. И несмотря на то, что они счастливы, папа Софии Лайонел Ричи имеет предубеждение по этому поводу. Он сказал, что напуган до смерти и несчастлив за такую пару. Крис Претт и Кэтрин Шварценеггер Мама Кэтрин Мария Шрайвер выступила в роли свахи для своей дочери и Криса Претта. Десятилетняя разница в возрасте не стала для пары проблемой. Впервые пару заметили на публике в 2018 году. Спустя несколько месяцев они стали сближаться с семьями друг друга. Когда Крис познакомился с отцом Кэтрин Арнольдом Шварценеггером, он завоевал его внимание, предложив вместе потренироваться. В 2019 году Арнольд пришел на шоу Джимми Киммела, чтобы пояснить всем, как актер завоевал его внимание. Знаете, в этом ему помог силовой тренажер. Это гениально. И в июне 2019 года пара поженилась, причем довольно сдержанно. На свадьбе были их самые близкие друзья. Крис Дженнер и Кори Гэмбл Некоторые люди считают, что 25 лет – это целая вечность. Это означает, что между Крис Дженнер и Кори Гэмблом целая вечность. Их разница в возрасте составляет 25 лет. Крис – 64 года, а Кори – 39 лет. Они начали встречаться в 2014 году, через год после развода Крис и Кейтлин Дженнера. Вскоре Кори стал постоянным членом шоу «Семейство Кардашьян». Крис Дженнер и Кори Гэмбл отлично дополняют друг друга. Однако дочери Крис думали, что отношения пары просто жуткие. Ким и Хлоя обвиняли Кори в чрезмерной скрытности, так как он даже не представил свою семью. Но Крис обвинила всех в том, что они ведут себя осуждающе. В итоге Ким в интервью 2015 года говорила о Кори только хорошее. Актер из «Аквамена» Джейсон Мамоа начал встречаться с актрисой Лизой Боне в 2005 году. Они познакомились через общих друзей. Пару не тревожит 12-летняя разница в возрасте. Джейсон был настолько очарован Лизой, что очень быстро стал называть ее женой. Однако они не женились вплоть до 2017 года. Джейсону 40 лет, а Лизе 52 года. У них двое очаровательных детишек. Их история началась задолго до их знакомства. Джейсон был большим фанатом шоу «Косби», и ему очень нравилась персонаж, которую играла Лиза, Денис Хакстейбл. Несмотря на большую разницу в возрасте, Лиза вышла замуж за Джейсона и очень счастлива. Ник Джонас и Приянка Чопра Нику 27 лет, а Приянке 37. Они встретились на Мэтт Галла в 2017 году. Они сразу друг другу понравились. Они не начинали встречаться официально до мая 2018 года. Пара выглядела как сплоченная команда. Приянка сказала, что получила много критики по поводу разницы в возрасте с Ником. Она сказала в интервью журнала «Инстайл» «Я считаю удивительным, когда все переворачивается, и парень младше вас, а всем без разницы, и людям даже нравится это». Ни один из негативных комментариев не остановил Ника от того, чтобы сделать предложение Приянке в 2018 году. Для этих двух возраст — это всего лишь цифры. Мрайя Кэрри и Брайан Танака 49-летний мадам «Все нипочем». После серии неудачных отношений, два случая из которых закончились разводом, она, наконец, нашла свою любовь — парня из подтанцовки к ее песням Брайана Танака. Детали начала их отношений немного туманны. Согласно некоторым сообщениям, Мрайя начала встречаться с Брайаном после того, как рассталась с бывшим женихом из Австралии миллиардером Джеймсом Пекером. Певец высказал много критики в отношении союза Мерайи с Брайаном, которому сейчас 36 лет. И все не из-за 14-летней разницы в возрасте. Многим просто показалось, что певица очень быстро переметнулась к новому парню после последнего разрыва. Именно поэтому Мрайя хочет сохранить детали отношений втайне настолько, насколько это возможно. Кто может винить ее за это? Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Их любовная история началась на съемках фильма «Зеленый фонарь». И это чистая магия. Хоть фильм и провалился, по кассовым сборам он изменил их жизнь навсегда. Пара стала друзьями, несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте. Они начали встречаться немного позже. В тот период Райан был женат на Скарлетт Йоханссон, а Блейк встречалась с Пеном Бэджли. Спустя год Блейк и Райан стали свободными. Прошло совсем мало времени, и они поняли, что это судьба. Они поженились в 2012 году. К счастью, никого из них особо не критиковали за разницу в возрасте. Они будто созданы друг для друга. Джей Зи и Бейонси В 1999 году Бейонси встретила Джея Зи, когда ей было всего 18 лет. Джею тогда стукнуло 30. Многим людям разница в возрасте 12 лет показалась скандальной. В интервью с Опрой она говорила, «Первые полтора года мы были друзьями». После отношений длиной 7 лет они пошли к алтарю в 2008 году. Несмотря на разницу в возрасте, пара кажется безумно счастливой. Блу Айви родилась у них в 2012 году. Спустя пару лет стали ходить слухи, что пара расстается. Не помогло даже то, что Бейонси выпустила песню «Rin Off». В 2017 году у пары родились дети Руми и Сэр. В итоге пара залатала дыры в своем браке, и у них все наладилось. Леонардо Ди Каприо и Камила Мороне Аргентинская модель Камила Мороне была почетной гостьей на мероприятии в Саус-Бич во Флориде. Там было множество звезд. Леонардо Ди Каприо, который на 23 года ее старше, тоже был там. Тогда эти двое положили глаз друг на друга, однако вместе их заметили только в 2017 году на шоппинге в Лос-Анджелесе. Хоть они и держали свои отношения в секрете, их стали замечать все чаще и чаще. Это получило негативный отклик от людей, учитывая огромную разницу в возрасте в паре. Камила, которой 22 года, сказала, что их разница в возрасте ничего не значит. Я считаю, что все должны встречаться с теми, с кем они хотят. Актер, который играл Джона Дориана в клинике, встречается с 24-летней актрисой Флоренс Пью. Они встретились после того, как Зак снял фильм «Время, необходимое, чтобы добраться туда». Флоренс тоже там снималась. Однако в СМИ постоянно можно увидеть негатив по поводу их разницы в возрасте в 21 год. Пользователи Твиттера указывают на то, что Флоренс было всего 9 лет, когда Брафу уже 30. Многие заходят дальше и публикуют фото малыша Йоды и Йоды в зрелом возрасте, посмеиваясь над разницей в возрасте пары. Флоренс ставит таких людей на место. Она опубликовала фото на фоне Гринбалтс Делли, а Зак написал в комментариях эмодзи принцессы. Кто-то напомнил ему, что ему уже 44 года, на что Пью ответила комментатору словами. И все же он заполучил, что хотел. Ники Рид и Йен Соммерхолдер Йен Соммерхолдер начал встречаться с актрисой Ники Рид спустя год после расставания с актрисой Ниной Добрев в 2013 году. Ники тоже рассталась со своим мужем Полом Макдональдом. Стали ходить слухи не о 10-летней разнице в возрасте пары, а о том, что Ники и Нина ненавидят друг друга. В конце концов, актрисы объединились и опровергли информацию в соцсетях. Пара поженилась полгода спустя начало их отношений. У них родилась дочь Боди Солойл в 2017 году. Деннис Куэйд и Лора Савоя 65-летнему Деннису Куэйду все равно, кто что подумает о его отношениях с Лорой Савоейей, которая на 39 лет младше его. Он сказал Гарриан, что у каждого своя точка зрения на жизнь. Об этом не нужно думать и тем более злиться. Актер даже не собирался встречаться с 26-летней девушкой, но когда они встретились на бизнес-мероприятии, между ними пробежала искра. Деннис сделал Лоре предложение, когда они были на Гавайях. Когда они объявили о помолвке в социальных сетях, актриса Эллейн Хендрикс пошутила просто божественно. Она выложила фото пары в Твиттер и написала «Да вы просто посмотрите на этих близняшек». Эллейн сделала отсылку к фильму, в котором ее героиня была помолвлена с персонажем, которого играл Деннис до тех пор, пока их не разлучили близнецы. Ирония в том, что актер – отец близнецов в жизни. Звездная пара познакомилась на съемках сериала «Королева экрана» в 2004 году. Ей было 18 лет, а ему 30. Несмотря на почти 13-летнюю разницу, сердцееды начали встречаться в 2004 году. Скептики говорили, что Брайан слишком стар для нее. Несмотря на весь негатив, они обручились в 2006 году. Спустя три года пара рассталась. И все же настоящую любовь победила, когда они возродили свой роман. В 2010 году они прошли к алтарю. К сожалению, они снова сошли с верного пути в 2015 году. Казалось, что они скоро разведутся. Однако пара, у которой уже было трое детей, сгладили все конфликты и сошлись по новой. Стивен Тайлер и Эйми Престон Эйми Престон было 23 года, когда Стивен Тайлер нанял ее своей помощнице в 2012 году. Однако недолгое время спустя двое начали чувствовать искру. К 2016 году Стивен, которому было 68, и Эйми, которой было 27 лет, официально объявили себя парой. Не было сказано ни слова о возможной помолвке. Пара игнорировала критику людей, которые говорили, что Эйми на 11 лет младше дочери Стивена, и считали это странным. Некоторые же, наоборот, вставали на защиту пары и говорили, что разница в возрасте 41 год – это не вопрос. Но другие считали это ужасным. Пара же остается сильной, несмотря ни на чье мнение. Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи Кэтрин встретила Дэвида впервые в 2006 году на телешоу American Idol. Она пела песню Уитни Хьюстон «I have nothing». Эту песню написал Дэвид. Он и Андреа Бачелли помогли Кэтрин отрепетировать песню, и в итоге Кэтрин и Дэвид начали встречаться. Смотря на их огромную 34-летнюю разницу в возрасте, как вы уже догадались, они получили много критики. Пара успешно от нее отбивалась. Они поженились в 2009 году. Дочь Фостера Сара выложила фото в Инстаграм, где они с Кэтрин стоят в купальниках, и подписала шутливо, когда твоя мама не хочет одеваться в соответствии с возрастом. Что вы думаете по поводу большой разницы в возрасте? Любовь слепа? Дайте знать о том, что вы думаете в комментариях.